всем здарова ребят ну что у нас сегодня солнышко на улице как видите свет нормально светит зато есть возможность проснуться у нас сегодня веселый тест решил я показать вам драйка и просили показать драйка на максимальной сборке конечно же ему не качают 14 скилл каким многим героем я забил на это дело все равно их со временем будут намного дешевле продавать и она бессмысленно прибавка по сути там некоторые герои уже прокачал скин как видите 19 20 почти максималку еще немножко и мы его докачаем на максимум что герой себя представляет думаю вы и так многие знаете но у нас сегодня сборка на атаку это факт это супер сила и наверное грубую силу поставим для того чтобы посмотреть что он может в такой сборке понятно будет сливом еще тот вот 11 12 13 плюс одна цель и плюс 20 процентов и стан добавляется 0 1 секунда это честно говоря вообще ничего исходя из того разброса по урону которую вы знаете что у нас есть я вам показывал на примере будучи что это просто это нереальная жесть почему так разбрасывает непонятно в общем поехали делаем ему факт а где-то мы факт и заменить максимальный десятый эмплей мы ставим до грубую силу почему грубую силу они это потому что вальсе уже показывал работает только когда срабатывают уклонение ой не проснулся я еще так вот грубая сила так так и кого можно сюда поставить можно поставить пони боксом дополнительно даст можно поставить вот этого 120 но стабильные более в общем вот такая вот ребятушки сборка обычно закинул долго не искать вот 10 10 10 10 7 7 грубая сила но я не знаю должен тут час по идее выдавать миллионы сейчас мы это проверим на деле поехали изначально брать видите как он быстро сливается ну конечно он там однозначно что у него есть немножко дафа но вот посмотрите здесь он даже удара наверно не сделает окно есть то есть такая сборка ну хороша наверно на битву гильдии на добивание на остальные пава по локации но я даже не знаю как видите тут прилетает вот один ударом ударил но здание он рушит с одной тысячи 26 процентов здание все улетели это максимальная сборка сейчас пойдем на подземке его потестируем топова по локации я думаю такая сборка смысла не имеет вообще как бы на добивание вот смотрите второй залп и уже 44 процента то есть он сто процентов выносит здание любое чем потому что дамага нереально много я уже показывал вам такие герои с таким дамагом единственный еще один минус убьет юнитов то есть если вы хотите его использовать где-то использовать его надо там где нет юнитов посмотрите чуть делает 32 процента вы третий залп 46 то есть ну по сути каждый залп каждая цель улетает но вот сливун поехали на подземке давайте начнем я не знаю давайте начнем с нашей любимой и это надо на кошмарку на кошмарку это марка 49 но смеса 90 лямов посмотрим вот на подземке как вариант тоже я думаю такой будет заходить но опять же видите станется и реально входящий урон по ним мы просто нереально тупо встанье стрит и все нихрена сделать не может вот он топовый герой 30 прорыв который нифига сделать толком не может вот а когда он уже дамажит он дамажит серьезно так и опять стан и опять купидон сейчас с этим не ушатал их красавчик вот 7 ляма вместе прилетела посмотрите здание он рушит конечно очень круто ну от стана можно поставить железку например не группу а железку чтобы он не станется у вас с пару залпов и подземки не но все конечно зависит еще от того подземка давайте ради интереса группы уберем 40 процентов поставим железку сюда это меня глянули десятая вроде железки не было я не делаю это в принципе она и бессмысленно во всякий случай проверим девятка у нас есть нуба аккаунт нету десятыми эмблемы железки так ладно вот такой вот вариант идем на ту же самую подземку просто выкинем так чтобы вы видели разницу он здесь немножко не напал железка вам просто сейчас будет их шатать всех как видите вот то чем и говорил как-то странно на разброс урона у нас идет он по идее должен быть стабильным потому что у нас стабильные статы стоят каким образом у нас все время разные уроны вылетают я не знаю это надо спросить у а джи джи в общем поехали дальше поехали на кошмарке самое интересное давайте 510 еще как видите у него нету отхила тут тоже нюанс надо больше отхила накинем заморозку чтобы его там не слили так быстро смотрят хелил отлично успеет или не успеет интересно наверное все таки нет может и успеет все теперь начал состав ну то есть разбирает можно им проходить такой вариации вот реально можно проходить подземки ну надо вкачнули на максималку но на битву гильдии он сто процентов пригодится то есть можно его качать в атакующей сборке на по локации конечно же он сливаться будет особенно на отражалках я думаю если он попадет на щиты он сольется очень быстро но как видите за счет своего умения нифига себе одну не дебил да ладно то что то это что то какая-то подстава поехали кошмарку посмотрим 610 тоже как вариант очень интересная подземочка вот 14 процентов понятно он бьет и по героям то есть это тоже надо учитывать но как видите 39 с демона его за зафигачит на мой без магии то есть можно без моей свободной и пройти пройти дальше тоже в принципе как вариант так а ну давайте попробуем с моей провести что-то еще скажем так один из тех героев который более менее держится со старенькие герои которые можно хоть что-то сделать если вы прокачаете на максималку потому что очень мало героев которые на тридцатом прорыве могут что-то сделать вообще сейчас во многих локациях их либо сливают либо они нифига сделать в общем вариантов на тут мы что-то с деревом дали в штангу слили опять первый заходик был куда лучше вам еще разокном он чисто хорош на добивание если вам надо где-то добить здание битвы гильдии вот даже подземки вот это очень неплохой вариант считаю давай бро 44 не зря не зря это хвалил 50 50 60 чтобы пройти вполне хватает на седьмой кошмарки ну я не знаю наверно он будет сливаться такой вариациях такой сборки потому что надо давный вариант давный плюс уклонение и дал без проблем им сможете тоже проходить попробуем сейчас конечно я думаю сейчас буду тут просто шатай но опять же посмотрите как он разбивает вот три залпа то ваще отлично тридцать четыре процента не знаю ли он дальше что-то сделает астат ему наверное его зафигачат 40 ну давай бро не 40 процентов посмотрите чё остались ронин ну реально у него дома очень крутой в такой сборке так сакей с этим разобрались где еще экспедиция конечно же тут он тоже будет довольно таки неплох если вам там надо добивать но опять же где есть юниты он будет дамажить по юнитам то есть надо изначально убрать юнитов чтобы он дамажил у здания я вам скажу там аху него прилично не нравится по крайней мере но отражалки это печаль с 3 чудеса вот эта матра жалко там кронку но же половину себе снес отражалках то есть этот нюанс конечно же есть с таким дамагом блин любой герой наверно будет сливаться поэтому это не вариант скажем так так вот такое поехали дальше поехали посмотрим на карине знаю какие там противники противники смотрю уже топовая здесь ребята он будет мигами бой сейчас просто будет унижать посмотрите чик видите даже ему хватает пару секунд чтобы уже просто пройти и третий сейчас тоже будет только чик и далее как он проходит вот почему он имба это понятно про слабые противники но все равно постричи че делает блин какое интересно у него домах выносит конечно красиво посмотрите чё это то о чем я говорил отражалка и он просто отлетел просто на обычных героях улетел нафиг то есть этот чисто против зданий на добивание ставите ему выживание как вариант и он будет реально очень круто тащить поехали на за башку смотрю чем и зб он сможет вот асу реки есть если против асу река его специально поставлю а к этому нас в станущей команде стоял сейчас он просто улетит наверно с первой тачки тут еще и команда такая нифига себе посмотрите что он сделал да ладно нифига себе вот этого конечно круто развалил пол пачки но дома все-таки как видите это это плюс моя нуба пачка пачка конечно 3 3 а еще то веселые ребята посмотрите как сливаются на них подбрались до зефира даже ему зефира судя по всему отхил выживание стоит что раннику это отхил у него был плюс 800 так давайте попроще пачки посмотрим разваливает конечно жестко ну если смысл я не знаю можно конечно поставить ему подашку чтобы он на отражалках не сливался но опять же достается туда стан отстана поставить ему кого-то слоника как вариант должно этого хватать но по дамагу он реально очень крутой самое основное это то что у него много целей и реально на битве гильдий он будет у вас добивать здание очень круто даже он больше нравится нежели мы малышник во многих ситуациях но опять же ситуации бывают разные так сапчики ваще бум но косма не добил косма сейчас наверно не даст удар не отдал ударить вот так вот а скорее всего косма у нас слился или из-за супер питомца он ждает отражал потому что смотрю что драйк вроде и не бил и смотрели косма надо будет на повторе грянуть окну с этими все понятно этим все пофиг так ну какая пачка вот фрэй разберет однозначно с такой сборкой даже учитывая его но посмотрит нифига себе офигеть посмотрите как он убрал троих супер мне нравится такая сборка атакующая неждан такой может быть но отражалки надо все-таки ставить подашку а так очень даже ничего в общем пишите комменты кому понравился такой драйк что вы думаете про данную сборку у кого такая же сборкой где используете ее если используете ну я постарался показать вам что он может дома как видите много с дахом конечно проблема станется блокировки тоже по ним проходят потому что старый герой но в основном надо билочку зданий это реально имба то есть если в этом видите что вы не не можете добить выпустив его он реально может за два залпа вынести все недостающие там здание которые остались ставите ему просто выживание и думаю этого вполне хватит в общем мы его потестируем и следующий битве гильдий думаю это будет интересно так обновим франка попробуем ну таких героев как видите он просто ушатывает вот так вот не знаю не мне он нравится в любой сборке и дав на и атакующий ну конечно дав наиболее универсальная потому что думали ему и так хватает а вот а все-таки сейчас прежде всего пишите комменты всем пока а